Starfruit Forever, друзья, вы на канале Stardew People, и на ваших экранах бесплатная DLC недавнего ролика про максимальную удачу. Внимание, важная информация. Если вы не смотрели прошлый ролик, обязательно посмотрите его, иначе вы можете что-то здесь не понять, потому что я буду очень часто отсылаться на прошлый ролик, в общем, я думаю вы понимаете почему. Значит, посмотреть его можете вы либо по подсказке вверху, либо по ссылке в описании. Ну, обязательно посмотрите. Значит, что я понял? Я понял, что совершил небольшую ошибочку в том видео. Это именно тот читерский эксперимент на пятьсотом уровне пещеры черепа, который никакой пользы за собой не несёт. Это тупо нечестный эксперимент. И смысл тогда в нём вообще? Зачем? Почему? Ну, как бы, да, я говорил, что, мол, хрен с ним, пусть будет нечестный, но главное, чтобы все сказали вау. Но теперь понимаю, что это такая себе идейка была. Может быть, вау кто-то и сказал, не знаю. В общем, новый ролик можете считать как дополнение к прошлому и как исправление того дебильного эксперимента. Что ж, возможно ролик выйдет намного короче, чем прошлый, я не знаю. Я узнаю только это во время монтажа. Ну, ничего страшного, если так получится. Это ведь всего лишь дополнение. В общем, поехали. Давайте начнём с того, что максимальная удача в прошлом ролике оказалась не максимальной. Я просто умер после этих комментариев. И ведь я знал про эту приправу. И ведь я даже в одном из роликов про неё говорил. И тут на тебе. Название ролика вместе с превью получается оказались кликбейтом. Итак, приправа Ки. Что это такое? И 1.5 ли это? Да, это 1.5. Всё, тема закрыта. Приправа Ки продаётся в секретной ореховой комнате мистера Ки за 10 драгоценных камушков Ки. Блин, везде это Ки. Ки-то, Ки-это, Ки-ки-ки-ки. Ну извините, это какая-то тавтология получается. В общем, если вы уже знакомы с островом, с орехами и с другим контентом 1.5, то вы понимаете, о чём я говорю. Для того, чтобы получить эти драгоценные камушки Ки, нужно выполнить его сверхсложные задания. И в целом, если смотреть на вознаграждение за эти задания, то цена приправы не сильно и кусается. К тому же за 10 камушков мы покупаем сразу 10 приправ. Короче говоря, норм. Теперь пора сказать, как эта приправа связана с удачей. Всё просто. Если мы приготовим какое-либо блюдо вместе с этой приправой, она должна быть в инвентаре, то блюдо получится золотого качества. Оно будет восстанавливать больше здоровья и энергии, а также будет иметь плюс 1 ко всем бафам блюда. То есть, если раньше обед на удачу прибавлял плюс 3 к удаче, после приготовления с приправой будет прибавлять плюс 4. Теперь, надеюсь вы понимаете, почему в прошлом ролике удача была не максимальная. Но и сейчас печальная новость. Волшебный леденец сделать золотого качества не получится. Почему? Потому что приготовить его нельзя. Его можно только купить или выбить. То есть, выходит так. Самая истинная максимальная удача в Стардию всего лишь на один больше, чем я говорил в прошлом ролике. Потому что сделать золотым мы сможем только имбирный эль. В итоге, друзья, мы получаем максимальную удачу в Стардию плюс 8. Да, ненамного конечно все изменилось, но зато вы теперь знаете про приправку и можете использовать ее в создании других блюд на удачу, про которые я говорил в прошлом ролике. Переходим к эксперименту, друзья. Значит, каковы условия. Эксперимент будет проводить Джек, пусть немного отвлекется от прохождения. Я у него заберу абсолютно все и выдам только кирку, меч, волшебный леденец один, имбирный эль золотого качества, тоже один, кольцо удачи и немного маффинов, чтобы восстанавливать здоровье. Также я договорюсь с предсказательницей, чтоб она сделала сегодняшний день максимально удачным. Надеюсь, она пойдет навстречу. И начинать эксперимент мы будем с 7.00, с первого уровня, пещеры черепа. Да, в этот раз все максимально приближено к честной игре, то есть сделать сейчас все это сможет абсолютно любой игрок 1.5. И что ж, посмотрим, что из этого выйдет. Смотрите, удача такая штука, что однозначно сказать нельзя. Будет ли у вас такой же лут и два осколка. Ведь удача всего лишь увеличивает шанс, а шанс остается шансом, вероятностью. Тут все равно повезет или не повезет. Да и к тому же сложно провести такой эксперимент, чтобы показать все варианты сразу. Я говорю про то, что у вас может быть сборка блюд из обеда на удачу и имбирного эля, ну например их будет оба две штуки или даже больше, и вы сможете пробыть в пещере с увеличенной удачей дольше джека и собрать даже больше осколков. Ведь тут я показал именно действие удачи без повторения бафов. Один леденец и один эль. И тем не менее, с такой сборочкой мне выпало два осколка. Будет два леденца и два эля, возможно у вас будет четыре осколка, но ведь шанс такая штука, что у вас может и три осколка выпасть с такими же условиями или наоборот пять, шесть или даже семь осколков. Я думаю вы понимаете, что механика вероятности как ни крути остается. Просто увеличивая удачу, мы становимся немного ближе к тому, что нам повезет, но невезение никуда не исчезает. А на этом всё. Обязательно посмотрите сейчас вкладку спонсорства, кстати. Там появился новый первый уровень, всего лишь за 25 рублей. А все, кто сидели раньше на первом уровне, получается по факту сейчас на втором, а те, кто были на втором, сейчас находятся на третьем. Бонусы на прошлых уровнях остались те же, не волнуйтесь, у вас ничего не поменялось. Просто на первом никаких бонусов кроме эмодзи и значков нету. Буду рад увидеть новых спонсоров. Также я жду ваши комментарии, лайки и подписки. Кушайте старфрут, не болейте, до скорого.